Глава восьмая. Под вывеской «Подзорная труба» Когда я позавтракал, Сквайр дал мне записку к Джону Сильверу в таверну «Подзорная труба». Он объяснил мне, как искать ее, идти по набережной, пока не увидишь маленькую таверну, а над дверью большую медную трубу рядом с вывеской. Я обрадовался возможности еще раз посмотреть корабли и матросов и тотчас же отправился в путь. В порту утренние часы самые горячие. С трудом пробираясь сквозь толпу народа, толкавшегося на пристани среди тюков и фургонов, я нашел, наконец, таверну. Она была невелика и довольно уютна. Вывеска недавно покрашена, на окнах опрятные красные занавески, пол посыпан чистым песком. Таверна выходила на две улицы. Обе двери были распахнуты настежь, и в просторной низкой комнате было довольно светло, несмотря на клубы табачного дыма. За столиками сидели моряки. Они так громко говорили между собой, что я остановился у двери, не решаясь войти. Из боковой комнаты вышел человек. Я сразу понял, что это и есть долговязый Джон. Левая нога его была отрезана по самое бедро. Под левым плечом он держал костыль и необыкновенно проворно управлял им, подпрыгивая, как птица на каждом шагу. Это был очень высокий, сильный мужчина с широким, как окорок, плоским и бледным, но смышленым и улыбчивым лицом. Ему, казалось, было очень весело. Посвистывая, шнырял он между столиками, пошучивал, похлопывая по плечу некоторых излюбленных своих посетителей. Признаться, прочитав о долговязом Джоне в письме Сквайра, я с ужасом подумал, не тот ли это одноногий моряк, которого я так долго подстерегал в старом Бенбоу. Но стоило мне взглянуть на этого человека, и все мои подозрения рассеялись. Я видел капитана, видел черного пса, видел слепого пью и полагал, что знаю, какой вид у морских разбойников. Нет, этот опрятный и добродушный хозяин трактира нисколько не был похож на разбойника. Я сразу воспрянул духом, перешагнул через порог и направился прямо к Сильверу, который, опершись на костыль, разговаривал с каким-то посетителем. — Мистер Сильвер, сэр? — спросил я, протягивая ему записку. — Да, мой мальчик, — сказал он, — меня зовут Сильвер. — А ты кто такой? Увидев письмо Сквайра, он, как мне показалось, даже вздрогнул. — А, понимаю! — воскликнул он, очень громко протягивая мне руку. — Понимаю! Ты наш новый юнга! Рад тебя видеть! И он сильно сжал мою руку в своей широкой и крепкой ладони. В это мгновение какой-то человек, сидевший в дальнем углу, внезапно вскочил с места и кинулся к двери. Дверь была рядом с ним, и он сразу исчез. Но торопливость его привлекла мое внимание, и я с одного взгляда узнал его. Это был трехпалый человек с одутловатым лицом, тот самый, который приходил к нам в трактир. — Эй! — закричал я. — Держите его! Это черный пес! — Мне наплевать, как его зовут! — вскричал Сильвер. Но он удрал и не заплатил мне за выпивку. Гарри, беги и поймай его! Один из сидевших возле двери вскочил и пустился вдогонку. — Будь он хоть адмирал Хок! Я и то заставил бы его заплатить! — кричал Сильвер. Потом, внезапно отпустив мою руку, спросил. — Как его зовут? — Ты сказал, черный... — Как дальше? — Пес, сэр! — сказал я. — Разве мистер Треллани не рассказывал вам о разбойниках? Черный пес из их шайки! — Что? — заревел Сильвер. — В моем доме, Бен! Беги и помоги Гарри догнать его! Так он один из этих проходимцев! — Эй, Морган! Ты, кажется, сидел с ним за одним столом. Пойди-ка сюда! Человек, которого он назвал Морганом, старый, седой, загорелый моряк, покорно подошел к нему, жуя табачную жвачку. — Ну, Морган! — строго спросил Долговязый. — Ты ведь этого... как его... черного пса в глаза никогда не видел, так? — Никогда, сэр, — ответил Морган и отдал честь. — И даже имени его не слыхал? — Не слыхал, сэр. — Что ж, твое счастье, Том Морган, — воскликнул кабачек, — если ты станешь путаться с негодяями, ноги твоей не будет в моем заведении. — О чем он с тобой говорил? — Не помню хорошенько, сэр, — ответил Морган. — Что у тебя на плечах, голова или юферс? — закричал Долговязый Джон. — Он не помнит хорошенько. — Может, ты и понятия не имеешь, с кем ты разговаривал? — Ну, выкладывай, о чем он сейчас врал. О плаваниях, кораблях, капитанах. Ну, живо! — Мы говорили о том, как людей под килим протягивают, — ответил Морган. — Под килим! — Вполне подходящий для тебя разговор. Эх, ты! Ну, садись на место, Том дуралей! Когда Морган сел за свой столик, Сильвер по-приятельски наклонился к моему уху, что очень мне польстило, и прошептал. Честнейший малый этот Том Морган, но ужасный дурак. — А теперь, — продолжал он вслух, — попробуем вспомнить. — Чёрный пёс. — Нет, никогда не слыхал о таком. — И всё же как будто я где-то его видел. Он... Да-да, он нередко заходил сюда с каким-то слепым нищим. — Да-да, со слепым! — вскричал я. — Я и слепого этого знал. Его звали Пью. — Верно, — воскликнул Сильвер, — на этот раз очень взволнованный Пью. Именно так его и звали. С виду он был большой каналья. Если этот чёрный пёс попадётся нам в руки, капитан Трелани будет очень доволен. У Бена отличные ноги, редкий моряк бегает быстрее Бена. — Нет, от Бена не уйдёшь, Бен кого хочешь догонит. — Так он говорил о том, как протягивают моряков на канате? — Ладно-ладно, мы уж протянем его самого. Сильвер прыгал на своём костыле, стучал кулаком по столам и говорил с таким искренним возмущением, что даже судья Волт Бейли или лондонский полицейский поверили бы в полнейшую его невиновность. Встреча с чёрным псом в подзорной трубе пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром. Но он был слишком умён, находчив и ловок. Наконец вернулись те двое, и тяжелодыша объявили, что чёрному псу удалось скрыться от них в толпе. И кабачек принялся ругать их с такой яростью, что я окончательно убедился в полной невиновности долговязого Джона. «Слушай, Хокинс», — сказал он, — «для меня эта история может окончиться плохо. Что подумает обо мне капитан Трэлони? Этот вражий сын сидел в моём доме и лакал мою выпивку. Потом приходишь ты и говоришь мне, что он из разбойничьей шайки. И всё же я даю ему улизнуть перед самыми моими иллюминаторами». «Ну, Хокинс, поддержи меня перед капитаном Трэлони. Ты молод, но не глуп. Тебя не проведёшь. Я это сразу заметил. Объясни же капитану, что я на своей деревяшке никак не мог угнаться за этим чёртовым псом. Если бы я был первоклассным моряком, как в старое время, он бы от меня не ушёл. Я бы его насадил, навертил в две минуты. Но теперь он вдруг умолк и широко разинул рот, словно что-то вспомнил. «А деньги!» — крикнул он. «За три кружки!» «Вот дьявол! Про деньги-то я и забыл!» Рухнув на скамью, он захохотал. И хохотал до тех пор, пока слёзы не потекли у него по щекам. Хохот его был так заразителен, что я не удержался и стал хохотать вместе с ним, пока вся таверна не задрожала от хохота. «Да, хорош я тюлень!» — сказал он, наконец, вытирая щёки. «Я вижу, Хокинс, мы с тобой будем хорошей парой. Ведь я и сейчас оказался не лучше юнги. Однако надо идти. Дело есть дело, ребята. Я надену свою старую треуголку и пойду вместе с тобой к капитану Треллоне доложить ему обо всём, что случилось. А ведь дело-то серьёзное, молодой Хокинс. И надо сознаться, ни мне, ни тебе оно чести не приносит. Нет, нет, ни мне, ни тебе. Обоих нас околпачили здорово. Однако, чёрт его побери, как надул он меня с этими деньгами!» Он снова захохотал и с таким жаром, что я, хотя не видел тут ничего особенно смешного, опять невольно присоединился к нему. Мы пошли по набережной. Сильвер оказался необыкновенно увлекательным собеседником. О каждом корабле, мимо которого мы проходили, он сообщал мне множество сведений, какие у него снасти, какой тоннаж, из какой страны он прибыл. Он объяснял мне, что делается в порту. Одно судно разгружают, другое грузят, а вон то третье сейчас выходит в открытое море. Он рассказывал мне веселые истории о кораблях и моряках. То и дело употреблял он всякие морские словечки и повторял их по нескольку раз, чтобы я лучше запомнил. Я начал понемногу понимать, что лучшего товарища, чем Сильвер, в морском путешествии не найдешь. Наконец мы пришли в трактир. Сквайр и доктор Ливси пили пиво, закусывая поджаренными ломтиками хлеба. Они собирались на шхуну, посмотреть, как ее снаряжают. Долговязый Джон рассказал им все, что случилось в таверне, сначала и до конца, с большим жаром и совершенно правдиво. — Ведь так оно и было, не правда ли, Хокинс? — спрашивал он меня поминутно. И я всякий раз полностью подтверждал его слова. Оба джентльмена очень жалели, что черному псу удалось убежать. Но что можно было сделать? Выслушав их похвалы, долговязый Джон взял костыль и направился к выходу. — Команде быть на корабле к четырем часам дня! — крикнул Сквайр ему вдогонку. — Есть, сэр! — ответил Кок. — Ну, Сквайр, — сказал доктор Ливси. — Говоря откровенно, я, как правило, не слишком доверяю вашим суждениям о людях. Но Джон Сильвер мне по вкусу. — Чудесный малый! — отозвался Сквайр. — Джим пойдет сейчас с нами на шхуну, не так ли? — прибавил доктор. — Конечно, конечно, — сказал Сквайр. — Хокинс, возьми свою шляпу. Сейчас мы пойдем посмотреть наш корабль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok